Микс Ньюс. Утро на балконе. Заместитель начальника КНАП по вопросам следственных действий Инета Цирула сегодня в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, мы как еще продолжаем подводить итоги и говорить о прошедших периодах. Вот если за 2019 год, что вы можете сказать, какие у вас впечатления от этого года? Ну, надо отметить, что 2019 год для бюро был довольно активным и динамичным. Работу бюро можно разделить на таких два больших блока. Это предотвращение, которое связано с разработкой разных нормативных актов, проведение семинаров. Например, за прошлый год бюро провело 113 семинаров, более чем для 5000 посетителей, разъясняя законодательство по интересу конфликтов, по публичным закупкам. Также мы улучшили мобильное приложение Зиню Акнап, и мы его использовали для того, чтобы можно было бы сообщать о нарушениях по партиям, но видели, что его можно использовать и далее в нашей работе. И за прошлый год мы получили более 119 заявлений только в данном мобильном приложении. Так что и бюро идет во время... Ну, в ногу, да? В ногу, со временем. Также бюро активно работало в международной сфере. Это Грекуэ, это ОСИДИ. Ну и второй, конечно, блок, который, наверное, все больше интересует общество. Это, конечно, борьба с коррупцией, это уголовные дела, это административные нарушения, которые выявил бюро как по интересам конфликтов, так и нарушения по финансированию политических партий. Мы в ближайшие 40 минут обо всем подробнее поговорим. Вот вы упомянули 119 вот этих жалоб через приложение Зиню Акнап. Они какого плана? Они серьезные, действительно обоснованные? Или просто когда только приложение запускалось, мы тоже обсуждали, насколько там им будут пользоваться серьезные, или кто-то там соседа ему чем-то насолил, будут жаловаться? Или это действительно серьезные нарушения, которые имели под собой какую-то основу? Надо отметить, что общество все больше воспринимает нас как серьезное учреждение и заявляет уже о таких происшествиях, на которых основания мы проводим проверки. И в какой-то части мы возбуждаем уголовные дела, в какой-то части просто проверяем. И если это не наша компетенция, то данная информация отсылается по компетенции учреждений. Ну, полиция, скорее всего. Ну, это полиция, это другие институции, которые, например, если это связано с покупкой, то это отсылается по надзору по покупкам. Экономические сферы – это или экономическая полиция, или госполиция. Вы упомянули еще и международное расследование. Действительно, очень много в этом году, ну, по крайней мере, результатов. Может быть, работа была начата еще несколько лет назад, но результатов было достаточно много всевозможных. Вот один из недавних – это АБЛВ-банк, там 50 миллионов евро. Тоже какое-то международное сотрудничество. Как правило, вы обращаете внимание или к вам обращаются, что у нас здесь какие-то непорядки, обратите внимание, пожалуйста. Это, можно сказать, и так, и так, потому что за прошлый год Бюро получило более, где-то 53 правовые помощи от разных стран, даже из таких экзотических, как Монголия, Перу. Это нечасто мы получаем, но мы их выполняем. И получая эту информацию, мы, конечно, проводим анализ, не связаны ли какие-то преступные деяния и у нас, и в Латвии. То есть, например, из Монголии к нам обращались, что у нас здесь может там что-то происходить. Ну, это связано с финансовыми институциями, когда через банк переводятся деньги в другую страну, и используются финансовые учреждения Латвии. И правовая помощь заключается в основном в том, чтобы запросить документы из банка. Вы, вот если про продолжительность говорить, у нас в последнее время много дискуссий, например, министр юстиции, Янис Бордонс, тоже с ним, он и упреки слышал от премьер-министра, например, что очень долго уголовные дела расследуются. Как в КНАП все это происходит? Как вы его оцениваете? Стали быстрее расследовать или медленнее, тщательнее? Ну, я как бывший исследователь могу сказать, что каждое уголовное дело индивидуальное. Если у нас на прошлом году было уголовное дело сравнительно простое, когда учреждение само зафиксировало и вовремя сообщило о преступлении, мы его расследовали в течение двух недель, отослали в прокуратуру, и, если я не ошибаюсь, в течение двух месяцев лицо уже было наказано. Есть уголовные дела, где необходимо международное сотрудничество, и там уже эти сроки будут намного дольше, так как мы отсылаем международную помощь, пока она туда уходит, пока наши коллеги за рубежом ознакомливаются. Это опять они рассматривают в силу государственного законодательства, и иногда бывает, что мы в уголовных делах ждем правовую помощь в течение года, и мы получаем, и оказывается, что нам еще необходимо отослать все, чтобы установить следующий вопрос. Но это как пазл, который складывается по маленьким частичкам. 67212-93-9, 67213-93-9, у вас тоже есть возможность задать вопрос заместитель начальника КНАП по вопросам следственных действий и натоцированных. Также пишите нам в WhatsApp, 2306191, но вот если говорить действительно о БЛВ или о деле, связанном с Лембергсом, насколько вот эти сигналы из-за рубежа, которые получает наша страна, обязательны к рассмотрению? То есть нет ли какого-то, наоборот, давления? Не испытывает ли, например, КНАП по отношению к каким-то персонажам латвийской действительности? Может быть, я хотела бы уточнить, что вот это уголовное дело, которое упоминалось о БЛВ, оно не находится в судопроизводстве в бюро, его расследует прокуратура, и в данном уголовном деле мы проводили только отдельные следственные действия и помогали прокуратуре. Я не сказала бы, чтобы бюро чувствовало какое-то давление. Наоборот, все понимают, что коррупция – это очень важный вопрос, и такого давления на расследование мы не чувствуем. То есть не везде, где звучит имя КНАП и название Бюро по борьбе с коррупцией, оно само занимается расследованием, достаточно часто вас привлекают для каких-то процессуальных действий? Конечно, мы проводим, вот был это яркий пример, что прокуратура, так как в прокуратуре ресурсы не такие, как у нас, в том уголовном деле работали и другие структуры, как финансовая полиция, госполиция и, конечно, мы. Кстати, о ресурсах, насколько хватает этих ресурсов и нужны ли какие-то дополнительные... Если вы еще другим помогать можете. Да, конечно, ресурсов у нас не хватает, хотелось бы больше. На данный момент в Бюро 150 штатных мест заполнено, на конец года было 135. Надо отметить, что возросло количество возбужденных уголовных дел, и это значит, что на каждого следователя все больше нагрузка. И поэтому мы считаем, что не хватает в среднем 30-40 людей, которые занимались боеследственными действиями, это и аналитики, но надо отметить, что, чтобы привлечь хорошего аналитика в сфере финансов, надо конкурирующую зарплату. И если мы хотим на работу принять хорошего аналитика по финансам, нам на данный момент ему нечего предложить. То есть, получается, что дело все-таки в вашем предложении, а не в том, что людей не хватает специалистов? То, что не хватает специалистов, по-моему, это такая государственная проблема. Если мы смотрим, то и госначальник полиции отмечает, что в госполиции ушло больше людей, чем принято на работу. Мы такая же структура, и мы часто, скажем, берем людей из госполиции, из других структур. Ну, это не престижно или почему не хотят? Или дело все-таки в зарплате только? Ну, работа следователя, она не так легка, как на первый взгляд выглядит. Мы все смотрим кино, и это, кажется, очень легко. Пришел, записал, и дело раскрыто. Но в реальности это совсем не так. Это очень кропотливая работа, это куча бумаг, это бессонные ночи, когда проводится активная фаза уголовного дела. Это надо иметь внутреннюю силу, чтобы готовиться, чтобы противостоять и адвокатам, и уметь разговаривать с человеком. Ну и второе, да, это, конечно, зарплата. Я думаю, что и при обыске, наверное, немало, ну, в кавычках, лестных слов тоже можно услышать. Ну, это зависит от каждого человека индивидуально. Ну, это да, это неприятно. Ну, кстати, сколько мы не слышали последнее время, начиная там от господина Ремшевича, да, бывшего президента Банка Латвии, что всегда отмечали аккуратное и уважительное отношение сотрудников КНАП, что все, да, обыски прошли, но всегда подчеркивали, что сотрудники КНАП вели себя достойно и вежливо. Ну, это иногда в кино показывает, что все после обысков остается... Перевернуто. Все перевернуто и развалено. Увы, в реальности это не так. И мы понимаем то, что там живет человек и его личная жизнь тоже в какой-то мере с этими процессуальными действиями бывает связана. Да, у нас звонок. Давайте наушники звонок. Да, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире. Анатолий, мне такой вопрос. Скажите, вот сейчас привез к ригатному парламенту обыски, задержания по лифтам. Если есть вопросы, которые невозможно, скажем, решить с ригатным парламентом между управляющим дома и самим ригатным парламентом, да, можно написать какое-то заявление в клаб, чтобы они проверили оплату счетов, которые делает ригатным парламентом за те же лифты, за какие-то строительные работы? Потому что по нашим запросам, которые мы просим сделать, они все время очень уклончиво отвечают. И непонятно, куда тратятся деньги на конкретные ремонтные работы по дому. Ясно, спасибо. Если вот вопрос у человека на бытовом даже уровне, вот ему кажется, что домоуправление завышает счета, куда ему обращаться? Может ли он прямо в кнопку? Ну, конечно, если человек считает, что там коррупция, то он может обращаться в КНАП. Но хотелось бы отметить, что у нас довольно узкая компетенция. Если человек считает, что в данном случае неправильно проведены счета, что где-то присвоено какие-то деньги, то я посоветовала бы обращаться в госполицию. И на данный момент в госполиции именно расследуют уголовное дело по лифтам. Тут тоже упоминалось. Вот как раз таки, если тему уже затронули, в последний, наверное, год-полтора активно, в общем-то отмечают и люди, и жители Латвии, что КНАП так прям возродился, не знаю, можно ли это так назвать, но что активно-активно-активно проводятся всевозможные обыски, процессуальные действия в отношении тех, о ком говорили многие месяцы, года, и вот наконец-то там какие-то происходят проверки и прочее. Это с чем связано? Это связано с тем, что бюро работает интенсивно и систематично. То, что мы после каждого разговора в прессе и так далее не идем с обысками, не значит, что мы не работаем. Есть оперативная работа, которую, в принципе, никто не видит и никто о ней не знает. Также проводятся следственные действия, которых тоже не сообщается обществу, и когда уже собрано достаточно фактов, достаточно какой-то информации, чтобы проводить активную фазу уголовного дела, то мы ее проводим. Вот как раз-таки звонок. Да, у нас есть еще один звонок. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. У меня вот вопрос в плане, что считать коррупцией. Вот если, понятное дело, чтобы получить благоприятное решение, какое-то должностное лицо просит взятку, это коррупция, да. А если вот, допустим, должностное лицо просит отказаться от исковых требований, ну вот в плане компенсации, чтобы получить благоприятное решение, это можно ли считать коррупцией или нет? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Да, если должностное лицо требует отказаться от какого-то требования, а в каких-то интересах это тоже будет коррупцией. Вот что нужно, такой может быть философский вопрос, чтобы искоренить коррупцию, вот само отношение. Я просто еще помню те времена, когда, например, в Советском Союзе было такое выражение, там, не суны, и, ну, просто считалось нормой, тебе платят маленькую зарплату, но ты тащишь с работы все, что ты можешь унести. И вот такая парадоксальная ситуация складывается, что каждый человек, ну, практически был вовлечен, ну, практически в хищение, ну, условно говоря, государственной собственности. Во многих, ну, вот в странах существует какая-то такая вот, ну, как бы, дозволенность, то есть смотрят сквозь пальцы на какие-то вот такого рода прегрешения. Вот что нужно делать для того, чтобы в обществе вообще искоренилось вот это вот какое-то само желание, там, дать взятку полицейскому, который остановил тебя на улице, или там чиновнику для того, чтобы решение было принято в твою пользу? По-моему, это мышление каждого человека из нас в обществе. Если человек в обществе считает нормой дать взятку за превышение скорости полицейскому, скажем, он должен задуматься, каким негативным последствиям это может привести. Это может привести к тому, что сам человек может пострадать, далее превышает скорость, или он может повредить других. И это только один пример элементарный. Но, скажем так, то, что я общалась с другими людьми из других государств, надо отметить, что у нас эта ситуация улучшилась, потому что у нас приезжали из другого государства и говорили, как вы смогли сделать так, чтобы чиновники отвечали на запросы общества. Значит, есть такие государства, где чиновник может даже не ответить на заявление. У нас в таком плане урегулировано все нормативными актами, у нас закон предусматривает действия чиновника, и также, если чиновник действует в интересе конфликтов, то он будет наказан. Вот, опять-таки, мы затронули тему по поводу того, что известно обществу и что неизвестно, и в том числе журналисты, как главное, вот это связующее звено между тем, что известно о каком-то деле освещение и обществом, и сейчас законом предусмотрено, что достаточно маленькая вот эта часть информации может быть доступна журналистам. Планируется ли изменить что-то в этом? Надо ли менять что-то? Потому что мы знаем, что иногда, когда нет каких-то данных, людям свойственно додумывать что-то, какие-то свои версии придумывать и что-то фантазировать. Не знаю, самый лучший пример, наверное, коронавирус сейчас, который все говорят, и это когда информации мало, кажется, что там начинаются какие-то теории заговора. Да, в прошлом году в уголовно-процессуальном законе было дополнение, и сейчас журналисты имеют право ознакомливаться с уголовными делами, которые закончены. Это значит, что если вступило в силу окончательное решение, журналист имеет право требовать ознакомиться с материалами уголовного дела. Но законодатель предусматривал некоторые запреты. Это то, что если уголовное дело связано с насилием, если в уголовном деле вовлечен несовершеннолетний, и другие нормы, когда журналисту будут так отказаны об ознакомлении уголовного дела. Из-за защиты данных. Да, из-за защиты данных. Коммерческая тайна. Коммерческая тайна. И по какой статье прекращено уголовное дело. Если это на реабилитационных обстоятельствах, то, скорее всего, следователь откажет ознакомлению уголовного дела. Но это надо и рассматривать. То, может быть, журналист может все свои факты узнать, ознакомившись с постановлением. Потому что постановление иногда содержит расклад всего уголовного дела. И если постановление написано качественно, то не всегда нужно ознакомливаться со всеми материалами уголовного дела. Это тоже важный момент. Каким языком, насколько протокольным написано, чтобы журналист еще мог разобраться, что к чему? Но это зависит от каждого следователя индивидуально. Вопрос о финансировании партии. Насколько это решение, которое, может быть, в обществе было воспринято неоднозначно, вам кажется справедливым? И вообще вопрос о том, каким образом должно происходить пополнение партийной казны. Потому что не секрет, что периодически появляются скандалы о том, когда партии, придя к власти, создают какие-то должностные места с высокими окладами. И понятно, что человек, который получает, условно говоря, синекуру, затем делится, он делает партийный взнос, получается такой вот круговорот. Партия сама себе придумывает такую схему пополнения своего бюджета. Да, в прошлом году, в конце года, вступил новый закон по финансированию политических партий. Он усматривает новую систему финансирования партий из госбюджета. Там есть своя формула, по которой финансирование пересчитывается. 4,50 за каждый голос и 50 центов за голос в Европарламенте. Да, именно так. И в этом году, 14 января, бюро приняло решение выплатить госфинансирование 10 партиям. Но надо отметить, что одна партия не получила финансирование, так как у данной партии не был регистрирован в Латвии счет, куда перечислить финансы. Само финансирование, я думаю, это очень хорошая идея. И это будет уменьшать возможное нелегальное финансирование партий. То есть вы прогнозируете, что все меньше и меньше будет дел, которые связаны как раз таки с незаконным финансированием, которых мы тоже достаточно часто слышим? Я думаю, что надеемся на это. Мы будем контролировать, как производится, как выполняется данный закон. И в прошлом году была разработана система ЭДИС, которая упрощает подачу заявлений, подачу финансовых документов в КНАБе. И это упростит и нашу работу, потому что все будет производиться электронно. И на данный момент почти что все партии получили доступ к этой системе. Как понять, законно или незаконно? Это означает, что наличные деньги? Или это как-то не задекларировали? То есть любой человек имеет право пожертвовать своей партией определенную сумму. Как понять, что это незаконно? У нас закон предусматривает, что человек может пожертвовать не более 30% от всех своих доходов. И если эта сумма превышает 30%, то, конечно, мы проверяем, из каких денег человек эту сумму пожертвовал. Кто может запросить, например, счета банка, с налоговой инспекцией? Да, мы это и делаем. Потому что нереально, если человек получает 10 тысяч в год, и 9 он пожертвовал партией. Тогда появляется элементарный вопрос, на что же он живет, на что он наплачивает счета. А вы эту информацию получаете от кого? От тех же банков и налоговой? Или сами как-то проверяете списки? Есть все пожертвования, у нас идут по спискам. Также мы запрашиваем информацию из учреждений. И мы работаем вместе с Facebook и Google, даже оттуда получаем информацию. Вот это, кстати, тоже такой вопрос, который хотели мы обсудить, так как сейчас нам предстоят внеочередные выборы, скорее всего. В четверг будет голосование Сэма второе и окончательное. И тогда будет понятно. И уже на прошлых выборах нескольких уже шла речь о том, что многие партии, например, отказываются от классической рекламы, в тех же классических СМИ, радио, телевидение, газеты, уходят в Facebook, Twitter и прочие соцсети. И там уже пойди разберись, где он просто рассказал, что он там был на каком-то собрании, или там рассказал о каких-то хороших делах, а где это реклама и все законно. Справляетесь с новыми вызваниями. Да, как я отметила, мы уже перед предыдущими выборами сотрудничали с Facebook, получали информацию от них. И в бюро есть методика, по которой мы тогда рассматриваем данную информацию и решаем, это незаконная там агитация или это в рамках закона. Это тоже такой субъективный момент иногда? Или всегда, всегда понятно, никогда не бывает сомнений? Или все-таки иногда так? Конечно, иногда бывают какие-то сомнения, но мы всегда берем во внимание то, что наши административные постановления очень часто, мне кажется, в большинстве, можно даже сказать, обжалуются в суде. Если партия наказывается административным наказанием или должностное лицо, то обжалуется в суде, и тогда решение принимает окончательный суд. Артус Кайминдж, раз мы про незаконное финансирование говорим, это буквально на прошлой неделе, новый поворот, поменялось обвинение, квалификация. Что сейчас? Кайминдж уже и из партии-то вышел практически, Да, хотелось бы отметить, что в прессе звучало, что прекращено уголовное дело и другие информации, но могу утвердить, что уголовное дело не прекратилось, просто поменялось квалификация. Это нормальный рабочий момент, когда, расследуя уголовное дело, мы понимаем, что начальная квалификация была неточной, и в конце мы уточняем, на данный момент уголовное дело отослано в прокуратуру, и прокуратура сейчас рассматривает, хватает или нет доказательств для обвинения. Насколько подробно вы можете рассказать, хуже стало или лучше для господина Кайминджа? Я воздержусь комментировать данное уголовное дело, так как оно в прокуратуре, и когда прокуратура принят решение, тогда мы сможем беседовать на нем. И еще один просто звонок, 67212-93-9, 67213-93-9, пожалуйста, вы в эфире. Да, доброе утро. Доброе утро. Конечно, очень здорово, что такая большая организация наконец-таки вышла в люди и рассказывает о своей деятельности, и все понятно, что у вас не хватает специалистов, потому что нет возможности им платить. Но вопрос, в принципе, в простой и банальной ситуации. Допустим, вы начали какое-то расследование там, ну не знаю, 3 года назад, и вот прошло 3 года, вы решили делать, ну не знаю, пришло время обыска, я не знаю, как это называется на юридическом правильном языке, да, приехали вот ваши сотрудники, начинают делать обыск, и приезжает курьер, привозит, ну не знаю, ну давайте возьмем мобильный телефон за 20 евро с чеком, то есть клиент должен оплатить его вот при получении деньгами. 20 евро, это же не запрещено оплатить деньгами с чеком в нашей стране. Не запрещено. И вы решаете этот телефон изъять, потому что вы думаете, что он причастен, может быть, к вашему расследованию. Скажите, а где в этом логика? Ну вот. Это у вас гипотетическая ситуация или конкретная была? Это, нет, это была конкретная ситуация. Да, вот. Хочу понять просто логику изъятия. То есть выходит тогда, что в КНАБе вообще специалистов нет, вообще не понимают, что они делают. Значит, я понимаю, что очевидно, это была какая-то конкретная ситуация, когда происходил обыск, прибыл курьер с телефоном, и телефон был изъят, но тоже в качестве показательства, возможно. Мне сложно объяснить эту ситуацию, потому что если это новый телефон в упаковке, то, конечно, следователь посмотрит, что в телефоне нет информации, то телефон не будет изъят. Если же это телефон уже пользованный и который может содержать информацию, то почему бы не может быть такой ситуации, что чиновнику привезли телефон, который содержит информацию с доказательствами? Да, для того, чтобы, не знаю, получить звонок или какие-то смс-сообщения. Про выборы, может быть, еще продолжим пару слов, опять-таки, с учетом внеочередных планируемых выборов. Можете рассказать, как вообще происходит вот эта предвыборная агитация, за какое количество дней, за какое количество времени должны уже готовиться партии подавать в тот же КНАП о финансовых своих операциях? Предвыборная агитация начинается с 120 дней перед выборами. До того у нас, например, сейчас идет манипуляция с выборами в Рижскую думу, и люди обращаются, что уже появляются какие-то рекламы, но, увы, закон предусматривает, что предвыборная агитация это 120 дней перед выборами. То есть сейчас партии могут, что хотят, есть время, где хотят, в каких количествах хотят и могут себе позволить? В принципе, да, но мы тоже смотрим, что они производят и какие деньги на это тратятся. То есть если просто рекламируется какой-то политик, мы понимаем, что это как бы он делает с прицелом на выборы, но это абсолютно его права. Да, это законно. По поводу обысков еще хотелось поговорить. Наверняка во время обысков у вас не только там классические носители в виде телефонов, компьютеров и прочего, все это должно где-то храниться. Где у вас какой-то склад, отдельная комната, как долго они у вас хранятся, есть ли какой-то срок, что вы потом с ними делаете, возвращаете владельцам или как вот эти вот монеты? Да. Каждый предмет, который изъят во время обыска, он во время обыска упаковывается. Это предусматривает уголовно-процессуальный закон. И потом следователь рассматривает. У нас есть специалисты, которые проверяют носители информации. У нас есть аппаратура, когда мы можем восстановить даже стертые файлы. И после осмотра, если данный предмет не содержит доказательств или можно сделать дубликат, то предмет отдается тому, который принадлежит. Если же предмет содержит доказательства, то он может присоединить его, не может, а нужно, к уголовному делу, и тогда он уже идет вместе с уголовным делом. А если даже стертые документы, а если там, например, кто-то поджег компьютер или утопил компьютер, вы все равно можете достать эту информацию? Ну, это каждый индивидуальный. Да, у нас было одно уголовное дело. Пока мы пробовали вскрыть закрытые двери, человек компьютер бросил в камин. Но отдел криминалистов частично восстановил. Получают ли ваши сотрудники какие-то угрозы? Потому что, ну, бывает, что достаточно смелые дела приходится проверять и узнавать, возможно, очень конфиденциальную информацию, которую люди не хотят, чтобы кто-то узнал. Угрожают ли вам вообще за вашу практику? Было такое, что как-то... Ну, надо отметить, что мы работаем с интеллигентными людьми, а это должностные лица. И в моей практике не было таких явных угроз. Скорее всего, если мы помним, то исторически нашим работникам предлагались взятки. И мы реагировали. И на данный момент люди, люди, которые предлагали взятки работникам бюро, осуждены. Кто присматривает за КНАП? То есть, вот есть... Ну, как осуществляется контроль за действиями вашего бюро? Надзор бюро проводит министр президентов. А также внутри бюро есть внутренние расследования, которые, если поступают жалобы на сотрудник, то рассматривается. Также в бюро есть свой кодекс этики, который работник должен соблюдать. Ну, а это бюро внутренних расследований, в него входят те же люди, которые работают в КНАП, получается? Грубо говоря, там коллеги, например. Нет риска? Или это другие? Да, это наши коллеги, но они объективные у них. Они отвечают за свои действия начальнику бюро, и если есть жалобы, то они рассматривают. Что вы можете сказать вообще? Вот мы заговорили про начальника, новый и уже не новый, уже несколько лет, но, в общем, как я уже говорила, что и люди тоже отмечают, что, ну, заметнее действия КНАП стали. Изменилась значительная работа внутри? Как-то подход другой может быть? Да, надо отметить, что было проведена реорганизация, немножко разделены структуры. То, что появилось новое в бюро, это аналитические отделы, которые помогают и следователям, и в разработке нормативных актов, они, скажем, рассматривая то или другую проблему, смотрят, где нужно, например, нужно улучшить нормативные акты, где больше оперативным работникам нужно работать. Такая внутренняя работа тоже идет? Вы наверняка с коллегами и там по Европе, возможно, по всему миру общаетесь, и достаточно часто говорят, что всевозможные коррупционные скандалы и проблемы, они портят репутацию Латвии. Ну, так как мы живем в Латвии, конечно, мы больше всего на себя обращаем внимание, но в других странах такие же ситуации, там тоже бывают такие громкие скандалы, или мы в этом вот такие особенные, нам все время надо работать над репутацией нашей и бояться за нее. Нет, такие громкие скандалы бывают в каждом государстве, если вы помните, то недавно был скандал в Литве, когда было задержано очень множество судей, также скандал был в Эстонии, поэтому Латвия не единственное государство, где выявляются громкие дела, но мне кажется, это позитивно, это означает, что структуры работают, и мы боремся с тем, чтобы не допустить далее коррупционные схемы. То есть тихо-тихо как-то их провести, чтобы о них никто не знал, наверное, не стоит? Это обычно не получается. Например, когда мы приходим в госучреждение, то кто-то из госучреждения и так далее сообщает журналистам, и если мы приехали, хотели тихо провести какое-то действие следственное, то обычно журналисты очень любят следить за нашими действиями, скажем так. Стоят с камерами у ваших дверей. Увы. Увы, да. Насколько в Фейсбук, вот мы упоминали уже, вообще социальные сети и вообще современные технологии следят за каждым человеком, насколько, ну вот, очень многие люди, даже существуют конспирологические теории, что практически каждый наш шаг, там даже умные колонки слышат, и люди говорят, что произносятся вслух в какое-нибудь название предмета, и тут же телефон предлагает тебе рекламу. Вот это, ну вот этот контроль над человеком, насколько, все-таки вот государство может ли оградить человека от такого контроля, насколько это опасно или наоборот не опасно обычному человеку, вот сбор такой информации о нем? Ну, я могу ответить, что структуры собирают информацию только для того, если есть на это основания. То, что человек оставляет в социальных сетях, это его ответственность. Но для того, чтобы провести какой-то запрос по человеку, что он отмечал в Фейсбуке, например, у бюро должно быть какое-то основание, это или заявление, проверка, уголовное дело. Без юридического основания мы не имеем права проводить какие-то, анализировать, проводить следственные действия. Это только такой миф у людей, что всех прослушивают, вот, и подошел к телефону, сел, и ты слышишь, что говорит другой. Но это миф, увы, для того, чтобы прослушать человека, как оперативные работники, так и следователи, должны заполнить массу документов, обосновать судье, почему это нужно. Это не так элементарно делается. То есть, если, например, какой-нибудь, не знаю, врач со средней зарплатой выставит вдруг на Фейсбуке или в Инстаграме фотографию с каким-нибудь, не знаю, последним Мерседесом, это не послужит каким-то поводом для проверки, если на него не пожалуются. Нет, я думаю, что служба госдоходов обязательно обратит внимание на это и попросит проверить, его ли это Мерседес и на какие деньги он куплен, если это принадлежит ему. Ну, а вот такие скандальные, резонансные моменты с ключами шифрования вот в Телеграме, который вот сейчас там в России, например, ну, вот Телеграм отказывался сотрудничать с ФСБ вот в этих вопросах. Вот возможно ли сотрудничество с социальными какими-то сетями, WhatsApp там и прочими для получения каких-то данных, если это серьезные, есть основания, например, для подозревания, что человек мог вести какую-то преступную деятельность? Мы над этим работаем, но я не хотела бы разглашать сейчас публично нашу тактику, потому что это создаст массу проблем для нашей работы. Понятно, что тоже не можете нам в подробностях рассказать, какие планы на вот этот год текущий, до конца которого еще остается определенное время, но в общем тезисно, коротко, над чем планируется работа. Да, у бюро есть свои разработанные приоритеты, над которыми мы будем работать в 2020 году. Это финансовый сектор, мы особо будем обращать внимание, это сектор здравоохранения, судебный сектор, это сектор с публичными закупками, в которых есть европейские фонды, и также у нас в приоритете параллельное финансовое расследование в каждом уголовном деле, потому что мы понимаем, что если есть коррупция, то надо проверять и проводить параллельно финансовое расследование. Спасибо, нам пора заканчивать на этом. Заместитель начальника КНАП по вопросам следственных действий Инта Цирула была у нас в гостях. Спасибо, всего хорошего. Мы продолжим с обзором прессы. Продолжение следует...